Сообщения о возможном срыве строительства перинатального центра сначала стали появляться в социальных сетях. Затем соответствующее обращение поступило в региональное отделение партии «Единая Россия». Чтобы лично разобраться в ситуации и понять действительное положение вещей, единороссы сразу же выехали на место, пригласив с собой представителей подрядных организаций и общественников. Как оказалось, волноваться все же есть за что. В принципе, объект должен быть завершен в ноябре месяце с тем, чтобы за декабрь врачи могли его освоить, получить медицинскую лицензию и открыть до конца года. Примерно такая ситуация. То есть у нас сегодня, я еще раз повторюсь, есть проблемы, отстают работы по устройству перегородок и отделочные работы. Вот на эти виды работ мы сейчас будем усилять, добавлять сюда людей. Если быть точнее, на площадке не хватает около сотни рабочих рук. Маляры, отделочники, плиточники, специалисты по гипсокартонным перегородкам и разнорабочие. Проблема с недостатком кадров обнаружилась пару недель назад. В данном случае здесь заработная плата нормальная. Если люди хотят работать и вырабатывать норму, то у них выходит где-то порядка от трех до пяти тысяч в день. А скажите, вот у вас же наверняка есть конкуренты вам, партнеры и так далее. Они почему не идут на эти объекты? Или у них такая загрузка большая? Загрузка сейчас сезон, поэтому, да, и сезонность работы. Среди других причин подрядчики называют тот факт, что многие фирмы-субподрядчики, получив аванс, просто-напросто исчезают со стройки. Поэтому на поиск и привлечение других организаций уходит некоторое время. Соответственно, смещается время сдачи важного объекта. Сегодня существует, а, проблема нехватки рабочей силы. Как минимум 100 человек сюда еще необходимо добавить. Б – это не просто рабочие силы, а рабочие силы, которые имеют соответствующую квалификацию и специализацию. Председатель областного парламента обратился лично к гражданам, ищущим работу, с просьбой обратить внимание на имеющиеся вакансии. И заверил, что строительство центра находится под личным контролем губернатора. В настоящее время ведутся внутренние, общеустроительные и отделочные работы, осуществляется монтаж и наладка инженерного оборудования. «Я думал, что здесь работ выполнено гораздо больше. Особенно касаемо верхних этажей. На втором этаже, куда мы зашли в первый раз, да, там достаточно большой объем работ выполнен, и видно уже завершающую стадию. А наверху, ну, посмотрим, как обещает подрядчик, он привлечет дополнительные силы и средства, если у него это получится». Сроки выполнения работ по заверению генерального подрядчика будут выполнены. Ну, а пока устанавливать перегородки, собираются в августе, заниматься внутренней отделкой в сентябре, чтобы сдать объект до конца года. «А мы, как представители партии Единорсиной, мы будем контролировать. Ход строительства мы не остановимся. Понятно, что видим уже сегодня, что и оставание серьезное, но тем не менее, это оставание можно преодолеть». Дарья Судрева, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова